С вами Граф Хелл, это Граф Хелл ТВ И этот выпуск посвящен террарии, а именно серебряному модированию Ну, давайте по порядку Серебро, это уже драгоценный металл Естественно, в террарии это все знают И добывается он реже, чем в предыдущей сэп Его меньше и попадается он не так часто Где он находится? Находиться он может везде Но, как показывает практика, что где-то в середине и ниже слоях земли Встречается он чаще, я не говорю, что в верхнем слоях просто не может быть ребра Здесь генерируется карта рандомом Ну, с какими-то, естественно, законами, но рандомом Ведь в жизни так может, что в серебро где-то была шахта не так уж далеко вниз Под горой там или еще как-то Ну вот, это такой первый шаг к такой более-менее плотной броне Я думаю, это необходимость Серебряная руда, серебряная броня, она нужна, чтобы потом сделать, допустим, золотую Не забирать полностью серебряное обмагирование, а сделать только броню, чтобы быть плотным И бежать собирать золото Ну, это один из выходов, можно, конечно, забрать весь сет и быть полным задротом Сделать себе сундучки и там потом все это вот складывать И вот на такие вот манекены напяливать, как сделал я Ну вот, что нам понадобится? Нам понадобится для серебряной брони 127 слитков серебра и 10 дерева Для серебряного обмундирования полностью всего Так, берем 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 Наковальня Без разницы, какая Железная Свинцовая Без разницы, в общем Так Ну, поехали теперь Так Перечка Топор Молоток Меч Кинжал Лук Шлем Латы Штаны Все стандартно Так, мы посмотрим Легендарные акирочки Так, сравним с предыдущей Железной Точнее, свинцовой Семь Семь Граешь Ага Смотрите Они ничем не отличаются Абсолютно Даже Скорость Аааааааа Это какую Я Свинцевую Сковал Грамотную Кирку А нет, 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 нет Сила Топора Больше На 2 % у серебряной кирки Ааааааааааааааааааааа битпантовый меч С крафчем Здесь более менее сносными, ведь армора больше. Точнее, урона больше. Ну, как повезет. Об этом мы поговорим позже. О рандомах и везениях и прочего-прочего. Ну вот, так он выглядит. Давайте мы его оденем. Естественно, естественно, приятно, беленько. Такими позолоченными вставками, что ли. Ну, желтыми можно назвать. Приятный такой внешний вид. Руда выглядит вот так. Вот она. В нем все это дело плавится. Ну, в принципе, что тут добавить? Неплохой, стильный, дает брони прилично. 13. Ну и в принципе все. А чем отличается от предыдущего? Кирка не отличается практически ничем. Это был обзор на серебряное обмундирование. С вами был Граф Хелл. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорого!